За отказ выдавать успокоительная сломанная челюсть Черкасской области очередное нападение на врача скорой. В городе Ватутино буйный пациент отправил медика на больничную койку. За последние несколько месяцев это уже девятое нападение на сотрудников экстренной помощи продолжит Станислав Кухарчук. Вот видно на снимке один злам. Вот тут вот трошки его прикрывает все другой злам. Это что спереди. И сбоку все отломанный суставный отросток. Сергей профессионально, но сквозь зубы расшифровывает свою собственную томограмму. За 25 лет работы в скорой госпитализировал не одного пациента. Теперь шутит. Видимо пришла и его очередь. Челюсть медику сломал буйный пациент, которому врач отказался продать успокоительное. Это был наркоман в стане ломки, так званая. Для него отмоги словами было достаточно, чтобы он это забыл. И сам беспорядок на нисколько ударился. Все произошло ночью на входе в Батутинскую станцию скорой. Мужчина зашел сюда абсолютно свободно. Приемный покой никогда не закрывается. Нет ни охраны, ни даже камеры наблюдения. В ночное дежурство еще тот экстрим, уверяет фельдшер Анна. Багато таких, ну как сказать, неадекватно это вырешил лекарь. Но если по неадекватной поведенке, то так бывает, заходят. Ну стараемся мирными вот так путями говорить. А так по сути, ну работаем, працуем. А как мы працуем, то это уже... На станции работают в основном женщины. И в случае чего помощи им ждать неоткуда. Нападавшего на Сергея мужчину помог задержать водитель. Он как раз приехал с вызова. Сегодняшнего дня медицинский чемодан врача Черкасской скорой дополнил еще один предмет. Тревожная кнопка вызова. Тревожными кнопками Черкасский областной центр экстренной помощи намерен в ближайшее время оснастить все бригады неотложки. Это вынужденная мера, говорит директор. За три месяца по области уже девять нападений на работников скорой. И они случаются не только на вызовах. На мою думку, каждое принимальное отделение должно быть, чтобы там была какая-то охрана. Або это пост полиции, або это приватная структура. Самое лучшее это увеличение ответственности за данные правопорушения, которые должны быть приняты законодавчим. Обидчику врача Сергея Киселева грозит максимум три года лишения свободы. В полиции говорят, пока нападения на медика при исполнении ничем не отличаются от нападения на обычного прохожего. Станислав Кухарчук, Павел Тимошенко. Подробности телеканал Интер. Черкасская область. Продолжение следует...